ТАППОВА 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 или обеда а также все это вы легко можете взять с собой на природу на пикник на дачу интересно давайте пойдем начнем мы сегодня с вами приготовим вот такое мясо это называется барбекю на рынке знаете да нарубают это свинина можно взять баранину это будет еще лучше далее мы сделаем к нему очень интересную такую панировку из соленого крекера и зелени сделаем маринад и на гарнир обратите внимание вот такая вот тяжелая казалось куда свинина мы сделаем очень легкое пюре из зеленого горошка и мяты друзья это вообще идеальное сочетание продуктов которые только может быть вообще в кулинарии и так давайте начнем начнем мы с маринада потому что все-таки мясо надо чуть-чуть полежать для его приготовления я возьму вот такой шейкер на любви в него немножко обычного растительного масла также нам потребуется один желток для этого я возьму такое устройство и отделю желток от белков смотрите как все просто белок нам пригодится в другом рецепте желток я добавляю к растительному маслу также нам потребуется чайная ложка горчицы немножко слоевого соуса соль мы добавлять не будем потому что соевый соус соленый и крекер соленый тоже друзья и добавим немножко сахара а именно чайную ложку это дозируется очень просто вот так вот раз и все закрываем шейкер и делаем маринад вот таким образом буквально несколько движений и выливаем марина на свинину полностью обмажем мясо этим маринадом здесь то что мы с вами сделали идет не только для маринования но и для того чтобы потом крекер с зеленью хорошо прилить с мясом закончили теперь давайте займемся крекером здесь очень просто берем вот такой турбо измельчитель выкладываем него крекер я буду разломать потому что таким образом больше войдет накрываем у нас не должна получиться пыль у нас должна получиться такая крошка вот обратите внимание теперь мы возьмем зелень а конкретно нам потребуется свежий розмарин веточка потому что розмарином надо друзья быть крайне аккуратным если переборщите по ваше блюдо будет пахнуть елкой они свинины это зеленый базилик поскольку сейчас уже права начинает идти уже как говорят дачники она сейчас свежая нежная очень пахучая мята друзья тоже до некоторых пор мы с вами с ней только чай заваривали на самом деле она так хорошо работает с мясными блюдами и еще одна травка это петрушка вот это будет такой своеобразный ароматизатор для панировки открываем вот что получилось мелко нарубленная зелень высыпаем крекером перемешиваем и вот смотрите какая у нас получается красивая панировка мы переходим теперь к самому интересному смотрите какая есть у меня штука это называется маринадница оттаповая она состоит из таких вот трех частей это нижняя часть такой поддон куда мы высыпаем часть крекера зелень далее мы кладем решеточку вот она видите удобность такими ручками что потом можно все легко доставать и выкладываем мясо мясо которое у нас уже немножко под мариновалась и дальше мы сверху посыпаем мясо оставшимся крекером и и зеленью теперь мы накрываем все крышкой защелкиваем хорошо и делаем несколько таких движений в принципе достаточно просто перевернуть вот так сделать и все мясо покроется хорошим тонким слоем панировки давайте посмотрим что получилось мне даже самому интересно вот обратите внимание полностью мясо покрыто корочкой ну и надо сказать что чем это удобно тем что вы можете также сделать здесь замариновать шашлык хоть что курочку крылышки там что вам только заблагорассудится убрать это все в холодильник взять с собой на природу куда-либо ничего там не испортится это станет только лучше она хорошо промаринуется и кстати хотел сказать по поводу вот нашего сегодняшнего мяса так называемых свинины барбекю думаю многие со мной согласиться согласятся что часто она получается жестковато но здесь есть два очень важных правила именно для конкретно для такого мяса потому что она немножко суховато первое правило это хороший маринад и длительность маринования 2 2 правило его нельзя долго готовить ни в коем случае вот достаточно на гриль обжарить с двух сторон и все будет готово при условии если вы хорошо его промариновали и так я убираю мясо в холодильник чтобы она мариновалась у нас появляется время обязательно дождитесь второй части нашей передачи мы сделаем заготовку для гарнира и я укажу очень интересный рецепт луковых драников друзья они подойдут как для завтрака который можно сделать прямо сейчас так и можно будет взять с собой спонсор программы компания таповое единственный официальный дистрибьюторный центр таповое в хакасии юге красноярского края и республики 2 находится по адресу абакан баграда 135 цокольный этаж телефон 28 73 26 стаповое всегда вкусно быстро и полезно что скрывается под брендом янта бескрайние поля современное производство и технологии труд тысяч людей и признание миллионов покупателей каждый день на вашем столе янта янта есть вкусно мягкий комфортный надежный и такой уютный новый диван а еще со скидкой 40 процентов муж у порога а ужин не готов с помощью посуды гипфил вы за пять минут успеете приготовить вкусное и полезное мясо с великолепной хрустящей поджаристой корочкой ваш любимый сыт доволен и здоров а вы сэкономите время выберите новую активную жизнь жизнь с посудой гипфил а мы продолжаем готовить вместе с компанией таповое и на очереди у нас с вами гарнир как я и говорил гарнир у нас мясо что интересно да на гарнир у нас будет зеленый горошек друзья очень важно я понимаю что сейчас он еще не пошел на дачу но скоро будет очень важно использовать вот такой вот замороженный или свежий зеленый горошек ни в коем случае не берите консервирование да в собственном соку это совершенно разные вещи и так здесь у меня зеленый горошек свежий а вот это очень интересное приспособление которое называется термосервировать в нем я этот горошек и буду отваривать смотрите высыпаем берем кипяток обязательно очень горячий и наливаем его столько чтобы горошек сверху покрылся водой закрываем и все друзья и вот здесь он будет готовиться стоит сказать что в термосервирователе можно легко приготовить кашу можно сварить сосиски можно сварить сосиски вместе с кашей допустим с гречневой каши положить сосиски студенты внимание вам это будет очень интересно положить залить кипятком закрыть и все 20-25 минут и завтрак или обед готова более того все это можно залить и взять опять же с собой куда бы то ни было потом открытие у вас будет готовый горячий хороший обед ну что ж ждем 25 минут как приготовиться горошек а я обещал еще приготовить блюдо который очень хорошо подойдет к завтраку и более того я сегодня его еще буду подавать вместе с мясом это луковые граники друзья мне этот рецепт знаете любопытен тем что в нем используется много лук и само название луковые граники да согласитесь как то странно немножко звучит но тем не менее блюдо это очень сытная легкая и интересная по вкусу берем лук перекладываем турбо измерчитель и вот такая вот мелкая мелкая крошка лука у нас получается далее мы берем одно яйцо разбиваем все сюда заметьте все готовится в одной посуде не надо каких дополнительных приспособлений быть потом ничего и теперь смешиваем яйцо вместе с луком и у нас получается такой такая луково-яичная смесь далее нам потребуется манка вот что интересно друзья потребуется 2 столовые ложки разумеется необходимо все это посолить ну и перчик нам тоже никто не запретит добавить накрываем и финальный финальный замес но уже готовое тесто для луковых граников вот таким образом у нас буквально несколько движений и тесто для драников готово и нам остается разогреть растительное масло на сковородочке лучше разогреть его немножко посильнее чтобы аладушки схватились сразу пока масло разогревается я подготовлю такую чашу корзину ведь и здесь есть отверстие я буду сюда перекладывать луковые драники и лишнее масло будет с них стекать а тем временем масло хорошо разогрелось и я выкладываю луковые драники на обжарку переворачиваем смотрите какие они вкусненькие становится снимаем последний и вот у нас так скажем с одного замеса получился прекрасный завтрак на одну семью и в нашем случае еще и дополнение к сегодняшнему гарниру стоит вспомнить про мясо которое у нас маринуется вот он красота то есть что у нас получается маринад у нас включает себя яйцо которое естественно хорошо схватится не даст соком из мяса вытечь более того у нас к этому маринаду хорошо прилипла крошка из крекера и зелени и у нас таким образом получится очень хрустящая такая ароматная корочка за счет разумеется нам остается только запечь для этого я возьму такой противень ультра про он называется не нужно никакого здесь масло выкладываем мясо и убираю в духовку температура в духовке достаточно высокая 220 градусов я думаю что нам потребуется не более двадцати минут чтобы вот это вот мясо так называемый свиной барбекю приготовил вас напоминаю что ни в коем случае не стоит его долго держать духовке иначе оно станет очень жестким и так я убираю мясо в духовку мы прервемся на небольшую рекламу обязательно возвращайтесь во первых мы посмотрим что у нас получилось во вторых не забывайте что у нас еще горошек стоит в термосервирователе мы из него сделаем бюре с мятой спонсор программы компания таповая единственный официальный дистрибьюторный центр таповая в хакасии юге красноярского края и республики 2 находится по адресу абакан баграда 135 цокольный этаж телефон 28 73 26 стаповая всегда вкусно быстро и полезно что скрывается под брендом янта бескрайние поля современное производство и технологии труд тысяч людей и признание миллионов покупателей каждый день на вашем столе янта янта есть вкусно мягкий комфортный надежный и такой уютный новый диван а еще со скидкой 40 процентов муж у порога а ужин не готов с помощью посуды гипфил вы за пять минут успеете приготовить вкусное и полезное мясо с великолепной хрустящей поджаристой корочкой ваш любимый сыт доволен и здоров а вы сэкономите время выберите новую активную жизнь жизнь с посудой гипфил прекрасно что вы дождались третьей части нашей передачи мы уже на финишной прямой гарнир у нас почти готов почему почти потому что нам еще нужно сделать пюре поднимаем чашу нашего термо сервирователя сливается вода и обратите внимание вот наш зеленый горошек приготовился прекрасный яркий зеленый цвет все сохранилось и теперь собственно нам нужно его измельчить пюре я перекладываю горошек turbo mix вот примерно вот столько отставляю мне еще потребуется сок половинки лимона даже чуть меньше вылим сюда буквально две чайные ложечки и разумеется очень важный ингредиент для этого гарнира это друзья перечная мята вот и бывают же что называется союзы заключенные на небесах вот сочетание зеленого горошка подчеркну свежего зеленого горошка ни в коем случае не консервированного и мяты это союз заключен на небесах потому что это самое идеальное сочетание попробуйте и вы в этом убедитесь сами и что еще не нужно мне нужно конечно же немножко подсолить и добавить сливочного масла сливочного масла я добавлю вот грамм 30 наверно обязательно размягченным накрываем крышкой и пробиваем обратите внимание какое у нас получается красивое зеленое пюре я полагаю что мясо которое у нас стоит духовке тоже уже готова прошло всего лишь 20 минут не более главное не передержать а сервировать мы будем сегодня на такой тарелке просто-напросто теперь давайте представим что могли бы мы с вами это все приготовить на природе вот подумайте я считаю что легко потому что никаких электрических приборов нам не потребовалось все у нас такое свое стационарное за исключением что мясо мы могли бы легко пожарить на решетке на угле правильно поэтому у нас сегодня такой походный вариант я беру такой сервировочное кольцо так называемое вспоминаем о том что здесь у нас есть луковые оладьи кладу кольцо далее перекладываю гороховое пюре с мятой ну и я думаю что завершит этот ансамбль еще один луковый драник хорошо вот так утрамбовываем перекладываем кольцо на тарелку и аккуратненько делаем вот такое вот волшебство обратите внимание что у нас получилось некое даже такое похоже на какой-то суфле овощное и в то же время очень легкая и невероятно красивая но что самое интересное что все это можно сделать легко на природе то есть отдых на пикнике можно превратить настоящий шикарный обед с высокой кухни ну и берем мясо и вот таким образом его сервируем а завершит этот великолепный ансамбль несколько веточек мяты листочков точнее немножко веточек розмарина и вуаля высокая кухня на просторах хакасии можно сказать готово все это дорогие друзья очень и очень несложно я уверен очень вкусно вы посмотрите просто какая красота а дело все в том что готовить стаповая это друзья всегда вкусно друзья если вы чего-то не запомнили то сегодня вечером на канале россия 24 наша программа обязательно повторится но если вечером вам не удастся ее посмотреть то я вас приглашаю на сайт одноклассники в нашу группу которая так и называется муж на кухне там вы найдете все рецепты из наших прошлых и нынешних передач более того мы с вами там можем общаться вы можете задавать вопросы и предлагать свои варианты рецептов я всегда с удовольствием их читаю и иногда даже использую своих передачах но если вы хотите встречаться так скажем лично в жизни то я вас приглашаю сюда кулинарную студию вилка вот здесь мы с вами будем готовить различные интересные блюда разных мировых меню а за этим столом будем все пробовать так что записывайтесь на наши мастер-классы группа вконтакте вилка в абакане ну а я с вами прощаюсь до следующей субботы пока спонсор программы компания таповая единственный официальный дистрибьюторный центр таповая в хакасии юге красноярского края и республики два находится по адресу абакан баграда 135 цокольный этаж телефон 28 73 26 стаповая всегда вкусно быстро и полезно что скрывается под брендом янта бескрайние поля современное производство и технологии труд тысяч людей и признание миллионов покупателей каждый день на вашем столе янта янта есть вкусно мягкий комфортный надежный и такой уютный новый диван а еще со скидкой 40 процентов муж у порога а ужин не готов с помощью посуды гипфил вы за пять минут успеете приготовить вкусное и полезное мясо с великолепной хрустящей поджаристой корочкой ваш любимый сыт доволен и здоров а вы сэкономите время выберите новую активную жизнь жизнь с посудой гипфил и и и и